Друзья, всех приветствую! Сегодня мы рассматриваем бюджетный планшет от китайцев. Называется планшет Headwolf V-Pad 2. 10 дюймов, 6000 аккумулятор. И сейчас прикупить такой планшет можно примерно за 14000 рублей. Недорогой планшет. Итак, давайте посмотрим, что он из себя представляет. V-Pad 2, название этой модели. Здесь у нас не написаны характеристики. Делается в Китае. Просто белая корука. А, вот здесь хотя бы видно, что здесь 128 гигабайт и цвет серый. Таблет. Таблет PC. Окей. Открываем. Открываем. Бюджетный планшет за 14000 рублей с памятью 128 гигабайт. Лежит планшет вот в таком вот пакетике. Достаю. Также здесь есть инструкция на разных языках. Скрепка, чтобы открыть сим-латок. Приклеенная. Кабель USB Type-C. С двух сторон он Type-C выход имеет. И блок питания. О, нету. Серьезно? Интересно. Здесь такая обманочка. А блока питания похоже, что здесь нет. Да, здесь только кабель. А, вот он блок питания. Вот он где. Вот они куда его спрятали. Смотрите. Это блок питания белого цвета на 20 Вт. С выходом тоже Type-C. То есть это быстрая зарядка уже считается. Так. Хорошо. Отлично. Давайте теперь переступим к самому планшету. Комплект поставки самый простой, который только можно придумать у планшета. Зарядка и, по сути, все. Зарядка и кабель. Так. На экране пленка. Headwolf. И под ней наверняка еще одна пленка защитная. Ну-ка сейчас просмотрим, проверим. Собственно говоря, да. Под этой пленкой матовой находится еще одна защитная пленка. Ее убирать я не буду. Она еще пригодится. Вот она идеально приклеена с завода. Значит, что по дизайну? Давайте рассмотрим дизайн планшета. Ну, по дизайну он сверхпростой. Здесь вот логотип, типа голова волка. Это у нас блок камер. Камеры одной и вспышки. Здесь вверху, получается, где фронтальная камера находится. Здесь кнопки регулировки громкости. И включение. С этой стороны динамик. С противоположной стороны тоже динамик. Разъем для зарядки, сим-лоток и снизу микрофон. Вот, собственно, вот такой планшет. Это похоже, что металл. Да, это металлическая крышка темно-серого цвета. И вот это вот пластиковая вставка. Так, мне сейчас понадобится скрепка, чтобы посмотреть здесь сим-лоток. Поддерживает ли он сим-карты, флешки. Сим-лоток открываю и смотрю. Здесь комбинация. Здесь либо две сим-карты, либо одну сим-карту и флешку. Ну, то же самое, как на многих телефонах. Комбинированный лоток. Придется вам выбрать. Вот, видите, здесь даже помечено. Либо типа две сим-карты, либо флешку и сим-карту. Типа того. Ну, все понятно. Значит, мобильную связь поддерживать. Значит, можно с этого планшета и позвонить кому-нибудь, да и просто мобильным интернетом воспользоваться. И аж два оператора может у вас быть. Две сим-карты. Это тоже круто. Ну, и флешка не помешает. 128 гигов, конечно, своей памяти хорошо. Но флешка будет не лишней. Итак, что здесь по экрану? Диагональ 10,1 дюйм. Рамки вот такие. Примерно чуть больше сантиметра. Углы прямые, не скошенные. Так, давайте я зайду сейчас в какой-то светлый фон. Включу максимальную яркость. Она уже включена. Вот так вот выглядит экранчик. Ну, 10 дюймов. Нормальный, большой, довольно крупный. Разрешение 1920 на 1200 пикселей. Также здесь у нас что в настройках интересного есть? Это IPS-экран, конечно же. И в настройках можно отрегулировать яркость. Через сколько будет блокироваться экран. Темную тему можно установить, как всегда. Темную, светлую тему. Размер шрифта поменять, уменьшить или увеличить. Масштаб изображения также увеличить или уменьшить. Режим защиты зрения есть. Цветовая температура. Повышенная контрастность. Стандартная. И кружок полный регулировок. Давайте сейчас раз. И здесь вот видите, можно полностью отрегулировать под себя. Но я установлю на стандарт. Видеодисплей инхаусмент. Improve видеодисплей quality and enjoy brighter or more vivid colors. То есть это немножко более улучшенные цвета. Чуть более яркие, насыщенные цвета. Кстати, эту тему можно поставить. С ней реально как-то поприкольнее смотрится экран. Автоповорот экрана можно включить либо выключить. Так, ну и подсветка энергосбережения. То есть какой-то еще режим энергосбережения на экране есть дополнительный. Ну, в общем-то, обычные стандартные настройки. Частота обновления здесь 60 Гц. Обычный такой экранчик. Не сказать, что прям топ, но и не ужасный. Нормальный, обычный, среднестатистический экран IPS. По железу. Заходим в AIDA. Смотрим, что у нас здесь установлено. А установлен здесь процессор Unisoc Tiger T616. Уже плюсы то, что два мощных ядра из Cortex-A75 с частотой 2 ГГц почти. И шесть энергоэффективных. 12 нанометров техпроцесс. Значит, видеоядро здесь Mali. G57 в виде ускоритель. И по памяти 828. Памяти достаточно как оперативной, так и внутренней. Дальше. По скорости памяти здесь UFS 2.2. 699 МБ в секунду на чтение. 337 на запись. Хорошая быстрая память. Как для такого бюджетного планшета. В Antutu должен набрать около 200 тысяч. Но набирает чуть даже больше. 263 тысячи. Но это еще благодаря тому, что памяти здесь много. 263 тысячи. Неплохой результат для такого планшета. Так, мультитач. Мультитач здесь на 10 касаний. Спокойно распознает 10 касаний. NFC-модуль здесь нет. Его здесь нет. То есть бесконтактно платить не получится. Зато есть стандартная звонилка. Можно кому-то набрать, позвонить, если у вас вставлена сим-карта сюда. Ну и пользоваться мобильным интернетом. Не только к Wi-Fi подключаться, но и мобильным интернетом. Есть поддержка, кстати, 4G. 4G на две сим-карты поддерживается. То есть и первый слот, и второй слот. Обе сим-карты с поддержкой 4G здесь. Сам планшет работает на андроиде версии 12. Пока что он на 12. Есть беспроводные обновления. Но не знаю, будет ли он обновлен до 13. Сейчас пока на 12. По сути, здесь у нас чистый голый андроид. Никаких нет оболочек особых от компании HeadWolf. То есть просто чистый андроид голый. Также здесь есть функция расширения оперативы на 4 ГБ. Тут уже вот сразу 8 плюс 4 идет. Видите? То есть в сумме получается 12 ГБ. Также есть FM-радио, но работает только с наушниками. А стандартного разъема для наушников 3,5 мм... О! Я его сперва не заметил. Он в самом углу, посмотрите. Я сперва подумал, что его нету, потому что он реально в самом-самом углу. Он здесь есть. Стандартный разъем 3,5 для проводных наушников. Планшет этот, конечно, нельзя назвать прям полноценно игровым, да? Потому что все-таки железо не самое мощное. Ну и цена тут такая не самая большая. Но все-таки поиграть все равно при желании у вас получится. Здесь хотя бы два мощных ядра есть. И поэтому минимальный уровень производительности он обеспечит. Вот, например, PUBG Mobile. Сейчас я только что начал играть. И что я вижу? Пока, да, не самая лучшая графика. Картинка, конечно, оставляет желать лучшего. Но зато FPS плавный, вообще без дерганий, без лагов. То есть играть можно, если не обращать внимание на такую вот не самую топовую графику. А так в целом вообще нормально. Так, давайте возьмем вот это вот. А, товарищ мой, да? Товарищ, товарища не надо трогать. Товарищ, может быть, поедем вот сюда на машине? На машине, может, поедем, товарищ. Товарищ, или еще пока здесь что-нибудь пособираем. Давай еще походим, пособираем. Может, что-нибудь найдем. Играть удобно, конечно, намного удобнее, чем на телефоне, понятное дело. Экран больше, все крупнее. Удобнее управлять даже, чем на телефоне. Держа. И, кстати, планшетик довольно легкий. Для своих размеров он не тяжелый точно и не толстый. Да не хочу я стрелять. Подожди, что-то у меня зажалось так. Я что-то начал стрелять. Нечаянно. Вот опять. Опять что-то начал стрелять сам по себе. Так, с двух сторон стреляют. Вижу на карте красные эти. Красные метки. Где-то вот тут стрелялись. Сейчас я видел. Где-то палят, палят, палят. Вот там где-то палят. Сейчас мы прибежим, посмотрим. Вон он. Ох, ё-моё. Я начал стрелять в него. Ранил. Он меня увидел и убил. Видели? Зачем же я так неаккуратно? Надо было осторожненько присесть и... Чтобы он меня не видел. А я прям нахрапом пошел на него. Ну ладно. Буду в следующий раз знать. Итак, теперь поговорим про камеры. Задняя камера здесь на 16 мегапикселей со вспышкой. Фронталка здесь на 8 мегапикселей. То есть для планшетов это неплохо. Тоже бывает, что у планшетов там всего лишь там 13 задняя и 5 фронтальная. Здесь получше. 16,8. Приложение выглядит простенько. Фото и видео. Можно видео снять на планшет, если хотите. Какой-нибудь видосик. Цифровой зум здесь десятикратный присутствует. И видео снимается в формате Full HD 30 кадров в секунду. С задней камеры. И то же самое наверняка с фронтальной тоже. А нет, смотрите. HD только с фронтальной. Фронталка Full HD не умеет снимать. То есть вот такое вот качество вы можете получить на фронтальную камеру. Ну, как обычная веб-камера какая-нибудь в ноутбуке, в компьютере. Обычная веб-ка 720p традиционная. Так, по фото. По фото делаю без гладкой кожи, без всего. Фотку. И вот что выходит. 8 мегапикселей. Информация. 8 мегапикселей. Весит фотография 1,7 мегабайта. Мало весит. Будет экономить место в памяти телефона. Так, задняя камера. У меня там кот спит. Так, задняя камера с автофокусом имеет. Автофокус. Может сфотографировать какой-нибудь мелкий текст. Мелкий текст. Это хорошо. Эй, эй. Не то, не то. Так, фокус. Снимок. Смотрим на качество. Такое вот качество. Ну, блин, тут как будто она недофокусировалась. Чуть-чуть. И вот котофей спит. Ну, обычное качество. Среднестатистическое. Так, еще раз. Фокус. Хорошо, что есть вспышка еще. Здесь тоже немножко размыто получилось. Ну-ка, давайте сейчас сам себя. Вот такая фоточка выходит, если самого себя фотографировать. Ну, обычное среднестатистическое качество. Конечно, за 13 тысяч вряд ли вы получите то же самое, что делает iPhone там за 100 тысяч. Но сфотать что-то при хорошем освещении детализировано может получиться. Главное не трясти планшет. Главное больше света. Сфокусироваться на объекте, который фотографируете. И фотка выйдет хорошего качества. А вот так идут видосики с YouTube на этом планшете. Это сейчас автокачество. Нужно выставить самое большое. Автоматически выставляется 480p. Я выставлю максимально возможное. Full HD 60 кадров в секунду. 60 кадров в секунду он поддерживает воспроизведение. Видите, ролик начал плавно идти. Качество тоже хорошее, четкое. То есть, посмотреть фильмы, сериалы на этом планшете будет нормально. Он поддерживает Full HD картинку. То есть, ну, Full HD можно закинуть. 4K уже бессмысленно, потому что экранчик здесь Full HD. Всего лишь 4K уже, возможно, будет подтормаживать, быстро разряжать аккумулятор. А вот Full HD ролики можно посмотреть. В целом, если вот на таком расстоянии смотреть, сколько тут? Ну, наверное, сантиметров 50-60, то пиксели незаметны. Если вот прям вот так вот всматриваться, да, пиксели видны. Но без этого можно вполне нормально наслаждаться картинкой. И плюс еще в том, что звук идет с двух сторон. Тут стереодинамики. С этой стороны звук идет и с этой стороны. Ну, у меня сейчас, правда, это без звука я включил. Но можно прибавить. И слышно, что звук есть и там, и там. Так, ну и вот оно максимальное звучание. Кстати, он довольно тихий. Я не знаю, по какой причине, но динамики здесь не похожи на планшетные. Похожи больше на телефонные по громкости. Вот сейчас он начинает разгоняться потихоньку. Чуть перемотаем. Вот, слышите? Два динамика. Но при этом звучат они не очень громко. Тихенькие динамики. Мелкие. Мелкашки можно так обозвать. Как будто динамики реально с телефонов. Это максимальная громкость. Такое чувство, что некоторые телефоны и того, бывает, звучат громче. Так что динамики здесь, наверное, я бы поставил тройку из пяти баллов. Да, это стерео, но они какие-то слишком слабенькие и тиховатые. Также, ребят, здесь работает навигация. Можно пользоваться GPS. Использовать его как навигатор, этот планшет, где-нибудь в машине, например. Можно включить геолокацию и по карте куда-то там ехать, да, передвигаться. Тоже очень удобно. Ну и батарея у нас здесь на 6000 мА с быстрой зарядкой на 20 Вт. И компания сообщает, что здесь установлен кобальт-кислотный аккумулятор. После 500 циклов его можно, то есть, можно достичь 90% емкости. То есть, по сути, он не сильно быстро деградирует. 90% емкости сохраняется после 500 циклов разряда, заряда. Вот. А обычный аккумулятор якобы после 500 циклов очень сильно теряет свою емкость. И начинается уже такая серьезная деградация. А этот аккумулятор якобы сохраняет 90%. То есть, теряет всего 10%. А 500 циклов заряда-разряда – это, по сути, больше, чем год. Где-то полтора года, если заряжать его каждый день. Заряжать-разряжать, то более полутора лет. Так что, вот такой вот планшетик получился у HeadWolf. Дешевый, но при этом универсальный. С большим функционалом. Можно вставить две сим-карты, можно вставить флешку, сфотографировать что-то, выйти в интернет, позвонить кому-то. Здесь есть функция телефона. То есть, ну, такой телефонопланшет. Бюджетный, для тех, кто не хочет тратить огромные бабки для планшета. Вот, посидеть дома, посмотреть что-нибудь, в игрушки поиграть. В целом, производительности хватает, если играть на низкой графике, либо на средних настройках графики. И посмотреть видосики, фильмы, музыку послушать. Нормальное устройство. На этом все. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Это был планшет HeadWolf V-Pad 2. Всем чао. Пока.